Экс-машина Экс-машина, прошлогодний экшен-РПГ от студии Таргем, получила продолжение. Аддон называется Meridian 113, и нам все так же предстоит много ездить, часто стрелять и подсчитывать выручку после очередного рейса. Меридиан 113 Вновь наша роль начнется на обочине истории. Бездомный герой, которого так и зовут, Бродяга, решил изменить свою жизнь, что в принципе понятно. Бандиты в мире экс-машины живут ярко, но недолго. Началось все с того, что он добыл необычный трофей – рекламный буклет канадского городка Эдмонтон. Переехать в этот самый Эдмонтон и становится для него главной целью в жизни. Сюжет от Дона линеен. Наш герой ищет кратчайший путь в Ле-Канаду. На разваленных Нью-Йорка бродяга встречает злобного дядю Сэма. Парень, ты больной на голову? Или ты всерьез воображаешь, что можешь безнаказанно обворовывать? Причем дважды? Небольшое разноглазие быстро улаживается, и две амбициозных личности решают посотрудничать. Послушай, приятель, я был неправ. Мне редко доводилось видеть таких умелых бойцов. Ты прирожденный водитель. Как ты смотришь на то, чтобы войти в мою команду? На кой мне это надо? Бродяга должен помочь маленькому государству Сэма найти древнее оружие, а взамен его пропустят в Канаду. На первый взгляд все логично, но в процессе игры возникают несколько вопросов, ответы на которые мы так и не получим. Например, при встрече с эмиссаром Оракула. Как это так случилось, что главный герой X-Machina стал помощником своего заклятого врага, которого к тому же еще и убил? Неудивительно, что графика изменилась незначительно. Аддон все-таки. Перемены коснулись в основном окружающей среды. Вода в реках и озерах больше не похожа на хромофор. Теперь водоемы смотрятся куда лучше. Цвета игры стали ярче и теплее. Иногда даже слишком. Все остальное мы уже видели. Деревья падают, пыль из-под колес летит. А красивейшей частью игры по-прежнему являются грузовики. Интеллект врагов вызывает только сочувствие. Единственная цель противника — добраться до вас и кружить против часовой стрелки. Кружатся все. И мелкая шушера... Мой бензобак! ...и шушера большая. Поэтому лучше не обращайте на них внимания и кружите сами. Совет довольно актуальный, если учесть изменения в балансе. Раньше нам в первую очередь приходилось уделять внимание броне. Теперь приходится равномерно апгрейдить и броню, и пушку. Если вам нравится преодолевать трудности и зарабатывать виртуальные деньги кропотливым виртуальным трудом, то меридиан-113 не для вас. Необходимость торговать почти исчезла. А из врагов выпадают астрономические суммы. На наши трофеи влияет новый РПГ-элемент — харизма. Но на практике этого почти не видно. Например, сейчас наш трофей — большая куча денег. Смотрим на нашу, извините, харизму. Если ей верить, то нам крупно повезло. Но... И здесь. И здесь. И здесь. Нам снова очень повезло. Кроме этого, харизма определяет отношения с NPC. Если наш герой — рубаха-парень, NPC в магазине должен выдать скидку. Если наш герой — не герой вовсе, а моральный урод, цены для нас растут. Но вся эта система экономических поощрений благополучно идет лесом. Потому как к середине игры денег у тебя полный грузовик. Еще мы хотели бы всей редакции пожирить Meridian 113 за то, что автопарк практически не обновился. Две новые легковушки — это право слова несерьезно. Казалось бы, для игры основное средство передвижения, в которой гигантские грузовики, американский автопром — богатейшая тема. Из Европы мы перенеслись на континент дальнобойщиков. Нам должны бросить вызов сверхтяжелые грузовики Dodge и Ford. Но, увы-увы, снова старые знакомые Уралы и Белазы. Аддон для X-машины получился спорным. Кроме явных прорег в игровом балансе, у Meridian 113 есть и несколько несостыковок в сюжете. Главный герой никак не может определиться жизненными ценностями. Неясно, почему бродяга решил спасти мир, когда сам убивал беженцев и безоружных. Да и почему он вообще решил, что Эдмонтон еще стоит? Однако, вместе с этим, надо признать, что у Meridian 113 остался весь этот драйв, когда твой грузовик несется по кочкам, прошитый из крупнокалиберного пулемета, поджаренный плазмой. Но живой чертяга, хоть и подбитый, но живой.